Добрый день! Рад вас видеть. Расскажите, как вы попали в цирк Бусалей, как стали тренером? Я вообще из цирковой Санкт-Петербурга, в советском цирке. В советском цирке, в московском цирке, потом в американском цирке. Я работал как артист в цирке Бусалей. Когда я состарился, я перешел на треневскую работу. Артисты цирка Зюшали известны тем, что они выполняют очень сложные трюки, таких нет, пожалуй, нигде в мире. Правда ли это? Или это очень хороший пиар цирка, и нам кажется, что они прямо самые крутые, но на самом деле ничего такого нет, на ваш взгляд. Я не знаю, можно ли назвать рекордными трюками, которые никто никогда не делал. Какие-то есть вещи, естественно, тирк большой, там 20 программ, где-то кто-то, наверное, делает вещи, которые никто никогда не делал до этого. Уровень вообще всех программ и всех номеров очень высокий. Если вы посмотрите на столы, не увидите, на звенье высокие. Вы изначально выбираете гимнастов, может быть, с какими-то прочными кругами мышцами, там, ну, как-то проводите, вот и не смотрите на физического готового человека, физически, да, или уже в процессе вы так вот тренируете, учите, что они помнятся, как, и так я все понимаю, нет? Мы набираем много спортсменов, которые заканчивают выступление в большом спорте, и не переходят без этого состояния. Отдел, которым занимается набором мальчика, есть чекаты мира, Европы, икра, икра, и так далее. То есть, ну, уже приходят люди высокого очень уровня, спортивные. С большого спорта они выходят по колечиям, а после травмы, большой спор уже ломают второй раз? Всех, всех, и в цирке не надо работать, в большом спорте, чтобы какие-то мелкие травмы всех есть. Ну, они на стол, что они не могут работать. То есть, они, в принципе, молодые ребята еще, знаете, в спорте долго не задерживаются, там, 25 лет уже практически профессионеры. В каких видах спорта обычно берете? Гимнастика, батут, акробатика, прыжковая. Вы смотрите, очень многие мембраны плавняются вообще без страховки, как будто добиться безопасности, должны быть крайне вытремлены, или очень много тренироваться, чтобы вот прям закрытыми глазами и знать, куда наступать, или несчет чего? Практически вы правы. То есть, чем больше тренируешься, тем ты лучше делаешь этот трюк, тем ты спокойнее его делаешь, ты не думаешь о том, что там какие-то могут быть неприятности, потому что уже отрабатывается, практически на автомате работаешь. За счет этого, ты трюк, который мы делаем без лонжеры, без сноровки, отточенный, и люди спокойно себя чувствуют, потому что они знают, что они сделают это тысячу раз, прежде чем быть на сцену и работать, они тысячу раз сделают инфекции безопасно. И так, как вам просьба на последующем году, показать какой-то небольшой трюк, элемент для наших читателей, вот на примере меня, для человека, который вот совсем вот, ну, в школе когда-то занимался, в пустынтуре, в университете, но не имеет таких каких-то физических навыков? Конечно, можем. То есть, самый простой трюк, который у нас есть, и все начинают и в гимнастике, и в агробатике, «любит» называется, или спортивным языком называется «переворот через голову». Это очень легко. Узывайся. Встаете, встаете на руки. Лен, вызывайся. Ставите руки на море. Смой. Смой. Сначала вы посмотрите, как я вам делаю. Я ничего не знаю, потому что я вас могу заценить. Ставите руки на море. И начинаете вот так. Всё, а можно что-то без переворачивания головы? Ну, это самое простое. Надо было в брюках приходить. Ладно, спасибо. Давай попробуй обязательно. Спасибо большое. Спасибо. Приятного аппетита.